В истории XVIII век называют эпохой просвещения. Мыслители эпохи просвещения были уверены, что корень всех бед в невежестве и главная роль в развитии общества принадлежит образованию. Выходцам из разных сословий, в том числе мыслителям, писателям, художникам, всем были необходимы перемены. Просветители требовали равенства перед законом, неприкосновенности собственности, невмешательства церкви в светскую жизнь, свободу печати и других преобразований общественного порядка. В это время впервые была выдвинута идея естественных прав человека и разделения властей. Ее автор – англичанин Джон Локк. Французский писатель и мыслитель Шарль Монтескье развил учения Лока. Согласно его мнению, законодательная, судебная и исполнительная ветви власти должны быть представлены полностью независимыми органами. Еще один французский философ Вольтер считал, что счастье для народа можно обеспечить государь-философ, просвещенный монарх. Вольтер крайне негативно относился к церкви, но признавал необходимость религии для народа. Жан-Жак Руссо считал, что все беды происходят от неравенства людей, порожденного частной собственностью. Власть, по его мнению, принадлежит всему народу, и она должна охранять интересы и права граждан. В экономике новую теорию выдвинул шотландец Адам Смит. Согласно его теории, три силы являются источником движения в развитии общества. Это частная собственность, свободная конкуренция и стремление к обогащению. В 1751 году под редакцией Дени Дидро и Жанна Ленора де Ламбера во Франции был издан первый том крупнейшего справочника издания эпохи просвещения «Энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел». Считается, что энциклопедия сыграла огромную роль в распространении идей просвещения и идеологической подготовке французской революции. Большой интерес к идеям просвещения проявляли и некоторые монархи того времени. В частности, Екатерина II демонстрировала свое сочувствие передовым идеям века и вела переписку с Вольтером, а Дидро стал хранителем императорской библиотеки. С другой стороны, идеи просвещения породили в обществе нетерпение к абсолютизму, общественному неравенству и деспотии. Именно эти идеи легли в основу Великой Французской революции. Композиторы, писатели и художники этой эпохи активно участвовали в движении просветителей, продвигая идеи равенства, свободы и братства. Так, например, в знаменитом романе о Робинзоне Крузе «Через все несчастья, постигающие его героя на необитаемом острове», автор хотел внушить читателю веру в безграничность человеческих возможностей. Сам автор этого романа, английский писатель Даниэль Дефо, был человеком удивительной судьбы. За свою жизнь он успел побывать торговцем, шпионом, политиком, моряком. Ирландский священник Джонатан Свифт под воздействием книги о Робинзоне написал свой роман «Путешествие Гулливера». Собственно, это рассказ писателя о разных видах государственного устройства. Герой Свифта попадает в разные страны. В страну лилипутов-карликов, в которой правит ничтожный король, и к государю-философу страны-великанов. Главная задача Свифта – предостеречь людей от скотства и мелочности, научить их хранить лучшие человеческие качества. А на театральной сцене фурор произвела постановка «Женитьба Фигаро» француза Пьера Бомарше. Автор настолько метко высмеял аристократию, что Людовик XVII хотел сначала запретить пьесу. В раздробленную Германию идеи просвещения привнес немецкий драматург Фридрих Шиллер. Его произведения направлены против феодальных предрассудков. В это же время Иоганн Гёте переписывает легенду о Фаусте – великом алхимике, отошедшем от Бога. Музыку просвещения представляют такие известные имена, как Бах, Моцарт, Бетховен. Своей музыкой они в полной мере отразили дух эпохи. Живописцы XVIII века разделились на тех, кто изображал жизнь знати, и тех, кого интересовала жизнь и быт третьего сословия. В эпоху просвещения были осмыслены идеи гуманизма и окончательно утвердились ценности нового времени.